Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я работаю практически в мышком коллективе, есть еще две девушки. Вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в том, вот вы пришли на работу с какой целью? То есть вы работать пришли, вы зарабатывать пришли или вы пришли развиваться, вы пришли реализовываться или вы пришли настраивать, выстраивать общение. Какой основной мотив ты видишься? Потому что пока, честно, честно говоря, пока, я скорее не понимаю, чем понимаю, где здесь работа, то есть вообще какое значение для вас работа имеет в этом плане. Дальше. Мужчины ведут себя достаточно с заботой, могут обсуждать любые темы, используя массу, мощности. Другие девочки относятся спокойно, смеются с ними, иногда даже и сами начинают теми откровенно и открыто сверкнуть. Проводят иногда время вне работы. То есть люди, по сути, совмещают приятное с полезным. Да? Вот, по факту. Люди совмещают приятное с полезным. И работа, и проводят время. Я же, там, как белая ворона, для меня не принято такое общение. Иногда смущает, даже если они это подмечают, что меня раздражают. Вот смотрите, здесь у вас предварейшее в тексте. Вы пишите, я там, как белая ворона, если вы чувствуете себя другой. Вот. Это нормально. Потому что для меня не принято такое общение. Вроде бы. Но если для вас не принято такое общение, ничего не было бы страшного в том, что вы чувствуете себя белой вороной. Потому что, в конце концов, вы пришли туда работать. Реализовываться, зарабатывать деньги и так далее. А отношения все-таки на работе не выстраивали. Ну, нежелательно. Вот. Но с другой стороны, напрашивается вопрос, а что значит не принято такое общение? То есть вы считаете для себя это неприемлемым? Отлично. Хорошо. Допустим, у вас такая культура. Но тогда у этих людей культура просто другая. И все. Но если вы принимаете свою культуру и принимаете отличие культуры, то откуда тогда стеснение и смущение? Понятно. То есть, есть ощущение, что здесь вы именно чего-то стыдитесь. Далее, они это подмечают и меня это раздражает. Что именно раздражает вам? Не понятно. Тут нужно разбираться, что именно. Дальше. Меня до работы не хочется, остальное устраивает. В то же время меня обижают, что внимания ко мне мало и общаются неохотно. А как вас задевают тот факт, что они с вами не общаются при условии, что вы разной культурой люди? Разных взглядов люди. Как вас обещают, что они с вами не общаются, если для вас такое общение не принято? И, соответственно, внимание тоже. Понимаете, вот в купе с тем, что вы смущаетесь и тесняетесь и вас раздражает, то есть это замечательно, я бы сказал, что вы стыдитесь своих чувств. Вот я бы так сказал, я бы так это выразил. Ну, соответственно, с этим нужно поработать. Можно поработать. С тем, чтобы вы вот свои чувства выразили более адекватно. Чтобы вы смогли это сделать. Дальше. Не флистовать, но флистовать и на сеть мини я не согласен. Как быть в такой ситуации? Сделать выбор. Либо вы с людьми общаетесь на языке, либо вы ищите тех людей, которые разделяют ваши вопросы. Представления, ваши ценности и ваши приоритеты. А сейчас вы находитесь вне в выборе и здорово чувствуете себя жестко. И вот вы и пишите, как быть в такой ситуации, чтобы что. Это важно. Как быть в такой ситуации, чтобы что. Вот один из ключевых моментов. Чтобы что. Ну, как быть в такой ситуации, чтобы что. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok